Я снова рад всех приветствовать на канале Flame Gaming TV. Наверное нет такой ММО, в которой не нужно качать персонажа. Прокачка уровня – первоочередная задача, с которой хочется справиться как можно быстрее. Хотя и тут конечно есть исключения. Сегодня мы поговорим о том, как максимально эффективно и быстро получить максимальный уровень вашего новосозданного персонажа на сервере New Dragon Nest. Поехали! После начала игры и завершения пролога, ваш первоуровневый герой попадает в город, который зависит от выбранного класса. Например, в зеленой заставе у нас окажутся классы Лучница, Воинка, Ли, Ассасин, Лансия, Макина, Мститель, Серебряная Охотница, Древний Оракул, Багровый Призрак. Или же Снежный Хребет, в котором окажутся Клирик, Волшебница, Механик, Архиеритик, Темная Мара и Рей Механик. Начинаем с взятия основного квеста, он нам еще пригодится в дальнейшем. Рекомендую вступить в гильдию, которая имеет максимально высокий уровень, ведь это даст вам бонус получаемому опыту. Более того, в гильдийском магазине есть сяд брони и оружие, также дающий бонус к опыту. Не забывайте и о банке урона, на начальных уровнях она вам здорово поможет. Если есть возможность, купите свитерк 100% опыта в магазине, который действует один день. Также опыт увеличивается за каждого персонажа, достигшего максимального уровня у вас на аккаунте. За одного персонажа вам будет начислен дополнительный опыт, 30% за убийство каждого моба и 20% дополнительного опыта за прохождение самого танжа. Ну что ж, дальше будет легче. Обязательно стоит обратить внимание на золотой квест, его не стоит путать с сюжетным, который привязан к вашему уровню и дает очень приятный вклад в копилку вашего опыта. И тут есть два варианта, выбирайте, удобный для вас. Выходим в инстант зону и проходим первые данжи, доступные вблизи вашего начального города. Следите за тем, чтобы идти в максимально доступный данж, так как там дают значительно больше опыта. Достигаем 10 уровня и идем в Колдрак, первый большой город на нашем пути приключений. Из него уже выходим к локации Серебряный ручей, а там получаем уровень до 16 в опасном ущелье. После чего возвращаемся уже в Колдрак, где получаем свою первую профессию. Это не распространяется на спин-офф и она у них изначально есть. С 16 по 24 уровень качаемся в данжи Институт Магии в заброшенном квартале. После достижения 24 уровня нужно пройти логово Минотавра не менее одного раза. После этого, пользуясь услугами проводника, переходим в наш основной город Небесная Гавань, где сосредоточены все игроки и происходит все самое-самое интересное. И второй вариант. С самого начала нужно пойти по основной сюжетной линии до 20 уровня. После достижения 20 уровня нужно пойти в Колдрак, в котором мы пойдем в заброшенный квартал на Дорогу Смерти и качаемся там до 24 уровня. Опять же не забываем пройти Минотавра и попадаем в Небесную Гавань. Как вы видите, оба варианта приводят в Небесную Гавань, но по моему скромному мнению, прохождение сюжетной линии занимает немного больше времени. В любом случае, выбор за вами. Ну а я продолжаю. В новом городе вы можете посетить горячие источники, которые находятся на ферме. Чтобы попасть на горячие источники, нужно поговорить с НПС Макако. Источник имеет график работы с 19 до 23 часов по московскому времени каждый день. В зависимости от дня недели, на источниках дают полезные бафы, в том числе и увеличенный опыт до 30% по четвергам и субботам. Получаем баф, если есть возможность, и продолжаем свой путь. Нас ждет подножье клыкастых гор, в которые можно попасть, войдя в западные ворота. В данной локации нас интересует инстант Серая Шахта, в которой мы будем прокачиваться до 32 уровня. По достижению 32 уровня нужно ходить в подземный город, уже там достигая планки 40 уровень. И есть еще вариант качаться с 32 по 40 уровень на Ярмарке Чудес, где лимит на вход 7 раз. Тоже на ваш вкус. Получив 40 уровень, отправляемся в локацию Комариная Пристань, в которой мы попадаем через Южный Портал. Кстати, не забудьте в пассивных навыках выбрать бонус к опыту, но это будет работать только в том случае, если у вас уже на аккаунте есть хотя бы один персонаж максимального 95 уровня. Целью же нашего путешествия на этот раз является Данш Ледяная Долина, которая находится в портале «Вход в поселение Аборигена». Тут мы проведем время до достижения 50 уровня. Стоит также упомянуть, что почти все классы на 45 уровне получают свою вторую специализацию. У спин-оффов же это происходит на 50 уровне. Поэтому обратите внимание при достижении указанных рубежей на появившийся квест для возможности учить новые скиллы и раскрывать всю прелесть вашего персонажа. Достигнув 50 уровня, появляются два инстанса для прокачки. «Убежище мутантов» и «Опаленная пать». Они почти не отличаются по сложности, практически одинаковы. Вы можете выбирать и качаемся мы там до 60 уровня. И вот достигнув уже новой планки 60 уровень, можно пойти на «Ярмарку чудес», что я крайне рекомендую сделать, так как это займет гораздо меньше времени. Тоже можно пройти инстанс 7 раз в неделю, с 60 по 79 уровень. Ну или же пойти качаться по инстансам. Если мы выбираем этот путь, то в небесной гавани уходим в восточные ворота и оттуда попадаем в локацию Ануа Рендель, в которой выбираем инстанс «Золотой лук» и качаемся там до 70 уровня. На 70 уровне мы отправляемся в западную часть локации и выбираем «Пылающие неда», где качаемся до 75, а с 75 по 80 докачиваемся уже в соседнем портале инстанс под названием «Каменные гребни». Достигнув 80 уровня, нам нужно вернуться в небесную гавань, чтобы попасть в новую локацию «Сердце мерки», где нас ждет снова два варианта и снова на ваш выбор и вкус. С 80 по 95 уровень качаемся по основным заданиям, так как в награду за прохождение вы будете получать нужные вам гербы, золото и камни для заточки шмота. Чтобы получить основное задание, нажмите кнопку «У» и пропускайте основные задания до своего уровня. И второй вариант. С 80 по 90 вы качаетесь в данже «Равнина синего ветра» в меркопорте с 90 по 93 в «Радамесе» в данже «Красная пустыня» и с 93 по 95 снова возвращаемся в порт мерки, где идем на заброшенную верфь, где и получаем заветный максимально допустимый уровень. У всех классов, кроме спин-оффов, на 93 уровне появляется квест на пробуждение, где вы получите новую ветку скиллов и значительно раскроете потенциал и суть своего персонажа. Опять же, вариант выбираете сами. Следуя всем этим несложным указаниям, вы легко и быстро сможете поднять свой уровень до максимального. Пробуйте различные комбинации, следите за потраченным временем и делитесь своими рекордами по прокачке в комментариях. Или у вас, возможно, есть свой метод, но я рад буду его увидеть. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»